В третьем видеоуроке мы будем создавать интернет-страницы. Мы будем создавать интернет-страницы, там будет какой-то определенный дизайн. Этот дизайн мы будем выбирать с помощью шаблона, нам не надо его будет создавать. И на этой странице мы напишем там обычный текст. Как нам создать интернет-страницу? Нам можно узнать все эти сервисы в центре помощи. Для этого мы чуть-чуть опускаемся вниз, ищем синенькую ссылку. Вот мы видим центр помощи этого сервиса, выбираем базу вопросов и ответов. И вот второй вопрос, это партнерские страницы, как их создавать и так далее. Вот вы видите, здесь полно информации, вы ее перечитайте внимательно. А я вам сейчас покажу, как создать интернет-страницу с помощью одного из сервисов. Я, к примеру, выберу вот такой вот сервис, который находится по вот этой вот ссылочке. Далее я выбираю создать сайт бесплатно. Вот вы видите, здесь есть масса шаблонов. Вот я, к примеру, выберу такой вот шаблон. Можно придумать здесь имя этого сайта. Вот вы видите, имя я придумал. Также можно ввести вот здесь вот свой email-адрес. Я ввожу, ввожу пароль. Соглашаюсь с правилами и создаю сайт бесплатно. Также нам необходимо создать, пройти точнее. Пройти проверку с помощью капчи. И после этого мы сможем создать сайт. Вот вы видите, идет загрузка нашего сайта. То есть это мини-сайт такой, но нас интересует заглавная страница. Нас больше ничего не интересует. Мы ее будем редактировать. Вот вы видите, что сюда можно представить, подставить какое-нибудь название этого сайта. То есть мы пишем, к примеру, там горнолыжные курорты. Ну, можно как вам угодно придумать. То есть это не имеет никакого значения. Главное, что пользователь, который будет скачивать наши файлы, он понял, что надо кликнуть по ссылке, которая будет находиться в этих окнах. К примеру, вот мы пишем, ссылка на скачивание файла. Здесь мы вставим там где-нибудь ссылку здесь или сам текст ссылку вставим. Также здесь мы сможем что-то поменять. Это уже будет в следующем видео уроке. А саму суть вы поняли, что нам необходимо, к примеру, три таких сайта. Вы выбираете три шаблона разных, даете им разные имена. Вот вы видите, что в принципе все уже создано. Мы можем отсюда выходить. Это информация. Информация о том, адрес сайта вашего. Информация о том, какой email используется для входа в редактирование этого сайта. Приходит вам на ваш же email. Вот мы видим, что я скопировал ссылку нашего сайта. Оставляю его в браузере. И страница успешно готова. Вот вы видите, страница готова. Здесь мы будем вставлять текст. Ссылочки, которые будут скачивать наши пользователи. С помощью этих ссылок уже будут скачивать наши файлы. После того, как вы создали этот сайт, нам необходимо скопировать эту ссылку. То есть вы уже поняли, как создавать сайт. Мы возвращаемся назад на наш сервис. Назад еще раз. И уже вот видим, что мы попали в свой рабочий кабинет. Здесь мы вставляем ссылку. И придумываем какой-нибудь там пароль. Вот, к примеру, у нас будет такой вот пароль. Этот пароль надо запомнить и выписать его себе на листочек. У нас будет три таких пароля. Три разных ссылки. Три разных страницы. После этого мы нажимаем установить. И у нас уже все работает. Где размещать пароль. Как создать этот текстовый документ. Какие архивы будем закачивать. На какие файлы обменники. И так далее. Я расскажу в следующих видео уроках. В этом видео уроке вы ознакомились, как создавать страницы. Также вы можете узнать информацию всю в центре поддержки. Я вам показывал, как туда попасть. Приступайте к следующему видео уроку.